Мои добросовесты, больше не о чем. Почему? Могу я сейчас переключиться на одну фотографию? Мы же учимся по ходу. Я надеюсь, видно эти фотографии? Я специально выбирал. Тут, правда, у меня ошибка не манчжурский, а манчжурский. Буквы Ч нету. Ладно, это я еще на заре своей деятельности я уже начинал соображать и учить вас. Итак, с одного мешка я получил примерно в равных долях. Допустим, 200 непроснувшихся. Ну, примерно. У меня была 1000. Это была первая моя 1000. Потом штук 200-300. Вот таких, как номер 2, если считать слева направо. Номер 3, номер 4. Вот. Теперь, первый момент. Обратите внимание, друзья мои. У вас будет то же самое. Чтобы все спали. Если вы через неделю-две получите от меня посылку, чтобы все спали, такого же не будет. Чтобы все прокнулись, тоже не будет. Надеюсь, большая часть будет спящая, но на грани готовности. В крайнем случае, вот такая, как номер 2. А почему я те забраковал? Они живые. А я их забраковал. Знаете почему? Потому что вы их посадите на несколько сантиметров. И, я не знаю, курсор мой покажет. Видно будет, нет? Да, вы видите. Ага. Значит, вот это главное таинство в нашей стране. Не разгаданное никем, никогда. Ни тысячами докторов, академиков и прочих кандидатов. И во всем мире. Вот это абрикос, вот он. Это уже дерево. Вот это вы видите хвост, вот откуда начинается. Вот корневая шейка. Поняли? Вот корневая шейка. Закопайте на полсантиметра, сгниет с гарантией. Он не сразу сгниет, он будет сопротивляться. Вы будете забывать поливать, и земля будет относительно сухая. Он полезет вверх. Он умрет один через вот такой вот. Смотря какая почва, жирная, сухая. То есть жирная, бедная, сухая, влажная, мокрая. Любят же заливать. Чем больше, кстати, заливают, тем быстрее деревья гибнут. Просто, я не знаю, научили нехорошие дяди, научили людей двум-трём обильным полеем за лето. Вот так и гибнут деревья. Так вот. Это я отвлекся. А им еще надо стать деревом. И вот она какой-то умрет через полгода. Вот такой вот. Когда он будет вот так, например, посажен. Ну, просто закопали, закопали. Так. А теперь смотрите на это третье по счету. Это все обречено. Если... А умудритесь теперь посадить. Вот корневая шейка. Сможете? Вот. А почему это трудно и часто сопровождается гибелью? Ее надо умудриться так положить. А чуть закопаешь гнила. Не закопаешь. Квароны выклеют. Засуха. Все. Но еще шансы есть. У этого шансов больше. Почему? Еще росток не выпустила. Но знаете, как люди делают? Я же писал, получаю их целыми этими потоками. А я посадил, а хвост... Ну, текст про это... Некоторые догадываются. Кто-то считает, что это росток. Садят хвостом вверх. Смерть. Ладно. Ну, раз это... Хвост, это корень будет вверх торчать. Другие садят хвостом вниз. И вот это место, откуда должно появиться. Поняли? Вот я надеюсь. Иду ставить. Вот это место. Под землей. Все. Прощай, Вася. А потом, почему не всходят? А потом, и я железу виноват. Вот. Еще это... Потому что откуда им знать, как правильно садить? Вы первые, фактически, до такой степени будете знать. Это реалити-шоу. Вот. А теперь возьмем четвертую. А вот она, видели? Вот распалась. Ну, что ты будешь делать? Ну, попробуйте посадить вот так. Вот корешок, а вот росток. Шансы я пробовал. Пятьдесят на пятьдесят. Вот все, что я сказал. А что такое спящая котика? Потом, немножко, чуть позже. Продолжение следует...